Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Ангела Грант, Рунолог, Таролог, Маг и Интересный Человек. Здравствуйте! Тема нашей сегодняшней передачи, как всегда, проста и незатейлива, но так глубока. Это магия, это руны, это карты Таро, это всевозможные воздействия, которые можно оказывать на людей, на природу, на космос. И зачем нам все это нужно? Иными словами, ежели говорить проще, наша передача называется «Оккультизм в жизни людей». Вот оно что. Вот такая вот будет простая передача. Обо всем и ни о чем, о жизни. Да, давайте поговорим о ситуациях, о жизни, о случаях из практики. Я думаю, так. Скажите, Ангела, пожалуйста, а как давно Вы пришли в магию, потому что руны и карты Таро, это же все у нас инструменты. То есть, а один подраздел, это все магия, правильно я понимаю? Ну, конечно. Магия, скажем так, магия – это совокупность ритуальных действий и ментальных, если мы говорим о ментальных каких-то моментах, о выходах в ОС, в сны, прозренческие сны, это ясновические техники, то это оно с детства, оно само периодически шло, оно и развивалось, развивалось по мере поступления. То есть, если говорить совсем уж, вот когда увлечение пришло, то, наверное, я вычитала в какой-то книге, или это был даже журнал, как сделать первые руны, про дощечки, лет, наверное, 16-17, как раз одновременно с увлечением радио. И ты знаешь, когда я попробовала, я тогда написала просто их на разноцветных бумажках, думаю, что это за руны, с чем их едят, вот, и уже с 17 лет начала раскладывать. Потом я подзабила на эту историю, но думаю, ну, наверное, какой-нибудь оракул очередной журнальный, то есть, я как-то совершенно другими интересами жила, реклама, пиар, то есть, общественная деятельность, скажем так, медиа, да, то есть, эфирная. А потом меня, я же говорила, я познакомилась, когда я занималась шоу-бизнесом, группу одну, шоу-бизнес-группу возила на кастинг «Битвы экстрасенсов», номер «Битвы экстрасенсов», это для американских слушателей, это шоу самое известное в России. До пятого сезона оно было более-менее честным, да, а потом оно уже скатилось, испортилось, потому что подсказки, проплаты. И вот я с одной из женщин, таких очень красивых женщин, так скажем, скандинавских ведьм, она у нас, я думаю, будет в гостях скоро, с Изольдой познакомилась. То есть, вот, то есть, эта женщина мне подарила первую колоду карт Таро, это было в 2008 году. Как говорится, вообще, в принципе, чтобы Таро пошло, у Таролога, который Таролог Интуит, курсов можно закончить, миллионов, там, разную каблу выучить. Таролог кто? Извините. Таролог, я имею в виду Интуит, тот, который работает все равно через видение. Но если у тебя этого нет, то ты как ни читай, ты не сможешь их читать, потому что будешь видеть картинки просто аналитически. К этому относиться. Я же через них вижу. То есть, если у тебя нету к этому склонности, то я знаю очень многих людей, которым карты не поддаются, да, или просто вот они то ли боятся, то есть, сколько, вот у них руны, например, хорошо работают. Я знаю людей, у которых обычные карты, да. Через обычные карты я тоже, меня бабушка в детстве учила гадать, я умела такое, что считывать, но я их не очень люблю. То есть, мне вот намного проще, почему-то сразу моментально далось это Таро. Ну, я начала скупать кучу всякой литературы и колод для разнообразия, потому что они все, вроде бы, система одна и та же райдера, но каждая колода, это своя индивидуальная мера, она свой характер имеет и свои нюансы очень много. И тут важно умение считывать знаки, умение видеть нюансы именно. Я вижу нюансы и целую картинку, в общем, у меня получается. То есть, даже если классические карты обозначают что-то одно, я вижу по нюансам другие там, может быть, ситуации, да, какие-то. Вот, касаемо магии твоего вопроса, это по мере изучения. То есть, ритуалы, так скажем, у меня бабушка, она заговаривала, лечила. То есть, вы потомственная колдунья, знахарка, ведьма, как это правильнее сказать? Причем по двум линиям. Одна бабушка у меня лечила, она была врачом по отцу, я недавно об этом узнала, что она обладала некими способностями, и в темные тоже, да, я имею в виду там дуальность, если брать христианство, тьму, свет, да, то есть она умела как лечить, так и калечить, если говорить. Но вообще она очень хорошо знала травы, то есть у меня травничество оттуда идет. Моя бабушка собирала рецепты, вот эти вот все знахарские, прабабушка, но прабабушка была сильнее. У меня вот скорее пошло по маме на линии в прабабушку, то есть Пелагея. Она ее вообще монахиню учила там во время войны, она ее прикрыла в церкви, и она ее учила многому. Ну, я думаю, знаете, что такое церковная магия, она в себя не включает в себя не только свет, да, то есть это ведьма, я думаю, там было. Потому что меня позвали буквально несколько, три года назад у меня были истории, когда... Расскажите, расскажите, пожалуйста, нам каких-нибудь страшилок. Наши уважаемые радиослушатели очень любят такие истории. Я не хотела бы рассказывать, конечно, страшилки. А можете? Могу, конечно, но зачем людей пугать? Почему пугать? Ну, магия, она всегда должна быть тайной, да, по-хорошему, по большому счету. То есть из практической сферы я не могу рассказать конкретно из ритуалики, просто, ну, не имею права, потому что ритуал совершен. Только я и силы, да, и этот человек, я нарушаю тайну человека. А касаемо того, например, когда человек, начинающий практик, идет знакомиться с кладбищем, я это называю мир мертвых, да, как, в принципе, и все практики. Вот, и тут, конечно, меры безопасности надо соблюдать, и умение вести себя, поведение на кладбище очень важно. То есть это мир мертвых, мы сторгаемся как-то на другую территорию. А расскажите про это. Мне всегда казалось, что бояться живых надо. Да, я абсолютно с этим согласна, но люди, многие очень боятся кладбища, думают, что все, если человек там делает что-то, ведьму, кладбище, она на могилу прикапывает. Я хочу сразу таких людей, которые нас слушают и чего-то боятся, сказать, что через энергию смерти можно как, естественно, наказать человека, то есть мы как проводники некой силы, кто по роду, кто сам взял, кто посвятился, у кого есть же самопосвященные ведьмы, это наученные, да, их называют, кто-то родовые. Родовые тоже делятся, те, кому передавали, прям вот в руку взяли и все, да, и те, кому не передавали, сами взяли по крови просто, потому что некуда больше этому дару пойти, он все равно рано или в себя, вот как во мне, он прорвался, да. Вот такие вещи. А как он у вас прорвался? Ну, постепенно, то есть все равно человек развивается, сны, опять же, пророчества, я же вам рассказываю, когда я первый раз пошла, вот опять же к этому случаю возвращаемся, меня коллега привела знакомить с миром мертвых, да, вот, у меня пошли знаки, то есть у меня непосредственно Пелагеюшка, моя бабушка, прабабушка передавала через одноименные могилы, что тебе надо этим заниматься, я еще переспрашивала. То есть получается, когда, значит, когда бываю на трех или четырех кладбищах в Коломне, нам просто нужно было сделать дело, да, мы знакомились просто, скажем, с миром, потому что везде на каждом разный хозяин или разная хозяйка, и тебе на четырех вот этих вот, встречаются на четырех захоронениях практически первая или вторая могила Пелагея, и ты уже так натыкаешь, у тебя постоянно это имя. То есть что хотите, я, естественно, спрашиваю, моя коллега, она ясновидящая, она прям вот так погружается, руку чуть ли, ну вот чувствует, кто захоронен, да, там на одной могиле была ведьма Пелагея, на другой монашка Пелагея, то есть я, естественно, понимаю, что... На одно кладбище? На разных, на разных. А, окей. А там же так и написано Пелагея-ведьма. Нет, ну вообще-то ты как-то, если ты обладаешь минимальным ясновидением, ты чувствуешь, кто захоронен, даже вот по фото, да, вот, по фото. Видно, даже там старые могилы. Потом я иду одна на свое подмосковное кладбище, да, не буду говорить, где опять Пелагея. Причем... Фу-ть-фу-ть-фу, на свое подмосковное. Продолжайте, продолжайте. Ну вот, то есть ты понимаешь, потом сны появлялись мне... Получалось так, что я по этому роду, то есть я же про бабушку не знала, но бабушку я знала. И через бабушку... Смотрите, просто в офис, в офис, иду в офис. Вот, а когда у меня убирала моя бабуля Анна, да, я последняя, кто была, в общем, с ней рядом. А крышу в доме не сносили, когда она умирала? Вообще-то она была добрая, очень светлая человека. Касаемо... Да, то есть про бабушку была сильнее, да. Что духу покинула? Нет, она не была ведьмой, она была очень... Именно вот моя бабуля, она больше целила, вот такой вот травки, заговорки. Она такая светлая была, да? Да, у мамы у моей способности есть, но она это вот забросила в честь... Ну, у нее от прабабушки, она как-то мне передала, видимо, то есть она не стала этим заниматься. Но у нее есть, если у моей мамы очень сильная вот эти вот рука, то есть как скажет, если вот она захочет, она сделает. Ну, она когда-то, может быть, пыталась что-то так для себя, но не ее, она нашла. То есть христианское мировоззрение победило. Вот, у меня же, наоборот, склонность все время к роду отцу тянула, да, которого я полжизни не знала. И недавно, так скажем, даже в этом году познакомилась с его сестрой родной, и она мне рассказала про наш род. Ну, как себе, я очень действительно похожа на ту бабушку, которую лечила, которую имела многое, да. То есть, врачом была цена, а у них в роду где-то буряты были шаманы, потому что, опять же, было в сеансе в утрам, когда мне позывается шаманка какая-то, это не первый раз, то есть я понимаю, что это кто-то по роду, кто-то меня ведет. То есть мне близкие инвестиционные вот эти вот, не знаю, в руны пришла. Конечно, руны это скандинавский шаманизм, это бурятский шаманизм. Да, ну, вов, я знаю, что я была, не умеешь, и ты не тушишься, расскажи нам тоже. Вот, скажем, уважаем. Вот. Я думаю, ты в этом тоже хорошо разбираешься, поэтому... Немножко, немножко. Что-то где-то слышал, что-то где-то видел, где-то что-то... Как-то... Ну, бубен с барабаном имеется. Имеется. Значит, значит, он тебе просто так достался, да. А бубен-то из настоящей оленей кожи, как барабан. Я так плакаю, после руны это будет моя следующая традиция. Осталось найти отличного шамана и поехать на Байкал куда-нибудь сюда. Да, вы же знаете, что бубен и барабан одно. То есть надо бубен и барабан делать из одного оленя. А с оленем надо работать сначала. С оленем? Надо работать, чтобы он был проводником. То есть, когда олень тебе подчиняется, тебе подчиняется бубен и подчиняется барабан. Если олень тебе не подчиняется, это не твой бубен, барабан и олень, соответственно. По сути, надо искать друг друга. Да, да, да. А рукоятка ножа... То есть ты его выращиваешь, ты должен там жить рядом с этим. А сколько, допустим, если ты человек... Вам надо 3-4 года взращивать оленя, ну это так, по издеалу. Ну или хотя бы дня 2-3 покормить. Это как сделал ты, да? Да, да, да. Подлезаться к оленю, а потом его убить, понимаете? Убить опять... Это наследник бурятского рода, я же прекрасно понимаю. То есть выращивать оленя мне как-то в городе Героя Мински, знаете, было не очень так сподручно. Ну это минимум надо хотя бы на полгодика, на год поехать в племени, пожить в местном шаманском. Ну как вообще? Ну да. Чтобы дали там посвящение. Это еще не все. Сначала да, вы кормите оленя, и он такой должен быть хороший и добрый, и любить вас. А потом, когда вы его должны принести в жертву, ну для того, чтобы он же сам себя шкуру-то не спустит, то есть его надо убить ножом в сердце, такой момент, и он вам должен доверять, смотря в глаза. Когда вы читаете заклинания специально, призываете духов четырех стихий, и вы его закрепляете под своим астральным планом этого оленя, он у вас как на побегушках начинает работать, плюс его шкура уходит на бубен-барабан, его рога уходят на рукоятку ножа, и копыта тоже уходят. То есть он там весь олен по частям разбирается, и даже жир его уходит на свечку. И тогда этот олень работает. И тогда бубен слушается, и барабан слушается. А по-другому, ну, то есть тут целая тема. Мало того, вам еще нужно этот бубен по тону настраивать. То есть, ну, есть разные тональности бубнов, и каждый бубен в своей тональности работает с определенными видами низких, высоких, средних энергий и частот. И вам нужно знать, как вы хотите натянуть этот бубен. Там целая наука. Короче, надо к нормальному, грамотному шаману, и он все расскажет. Скажем так, мне мой бубен натягивали по точным физическим параметрикам и приборам. То есть я доверял только электронике. У меня все сложно. Вот, поэтому так. Это там было? Это там было, на Байкале, да? Ну, не совсем на Байкале, там, туда, к Уралу, в ту сторону. Вот. Это было давно. Но если я посреди Чикаго выйду с бубным барабаном, и такая... Тебя они не поймут. Есть такая штука, шанька называется. Она, это на древнем бурятском, так как, типа, как черное зеркало, невидимое. Такая штука на лицо, чтобы лица не было видно. Такие, как косички на лицо. Если вот я вот и шаньки выйду вместе с бубном, и барабаном, и с ножом, и с оленью, и я думаю, меня примут быстро. Но не правоохранительные органы, а абсолютно дружественные доктора. Постану все строго, да, с магией? А, вы даже в лес тут пойти не можете. Если вы пойдете в лес, понимаете, у нас каждый лес, это же собственность частная. Если вы так вот решите с бубном и ножом пойти в лес, это, в принципе, нападение на частную собственность. У нас тут, знаете, многие господа приезжают из Украины, они привыкли по ягодам, по грибы. А у нас тут змеи ядовитые и вообще весело. В лес нельзя ходить, лесник, потому что стреляет по поражению. Потому что... Что, вообще просто погулять нельзя? Что там погулять нельзя? Или только снова нельзя ходить? А то погулять можно? В чужой лес со своим ножом... То есть там нужно вывеску прочесть, можно ли вообще зайти в этот лес? В чей лес вы идете? Потому что здесь все платное, все частное. Хотите пособирать грибы, заплатили в кассу и пошли в лес. То есть государственных территорий не существует? Они есть, но это очень далеко от города. Вот есть парки, конечно, где под каждым деревцем розеточка, где каждая белочка пронумерована, каждый орешек... Там и вай-фай, и вай-фай, и вай-фай. Зарядки телефона, да? Да. Поэтому в Америке все строго. И знаете, я когда вот своему сыну читал сказку в детстве про красную шапочку, говорю, вот девочка пошла в лес, мне сын говорит, девочка что, она не знает, что в лес ходить нельзя? Странная девочка. То есть, понимаете, для американца лес это немножко другое. Ну и к тому же здесь леса дикие, если они не как частные, они дикие, в них звери живут злые, в них змеи. Это не такие леса, как в России. Понятно. У нас тоже разные абсолютно леса. А в городе в Калифорнии вы вообще ни в какой лес не зайдете. Вас просто съедят. Вот я когда, я два раза в год езжу в Майами отдыхать, и я вот когда последний раз ехал, вот по дороге, прям крокодилы лежат вот так вот, вот такой, как это сказать, как вот там в Бурятии называют каналы с водой. Есть слово, я забыл. Не оры. Рвы, рвы. В рве, вот прямо, в рву, как правильно сказать, прямо лежат крокодилы с открытой. Ну там дети очень небольшие, и у них, у них как-то прекрасно смотрел у больших людей, там ползают на частные участки, они в бассейн прыгают, потом вызывают ловцов крокодилов, они вылавливают. Это еще нормально в бассейне. Я вам расскажу страшную историю. У моего друга там замок во Флориде, там очень дешево недвижимость, у него же замок. И вот у него был такой инцидент, что вот он пошел в туалет, а из туалета прямо питон, ну он заходит и вот поднимает крышку унитаза, а прямо питон огромный, вот сколько он там мог голову просунуть, вот он просунул туда голову, и он застрял. А представляете, если бы он в другое время решил голову высунуть? Конечно, после этого во Флориде, когда я хожу в туалет, знаете, я туда заглядываю, не пошел ли ко мне господин питон. Помните, был такой фильм хороший, сказка, когда рука так вылазила, и говорил, лжок. Много таких фильмов, да. Welcome to Florida, понимаете. Вот нормальное явление, когда под машину, вот знаете, жарко, а крокодильчики, они там прямо в канализационных трубах живут. И вот я лично видел, как вот у соседа там, вот когда я останавливался у своего приятеля, там машина стоит, у соседа большая, и он завел машину, и такой как крик. Мы такие, что такое? Глядь, а там крокодил огромный. И он выползать хочет, и шатает машину, и он туда в тенек, понимаете. Под лес такой, в тенек. Вот. Поэтому Флорида, она очень опасная, на самом деле. Ну, я уж просто молчу про акул, конечно. Просто молчу про акул. Вот. Ну, конечно, роны-то пророкировать сложно, но можно. Какие у вас там деревья растут, расскажи мне. Во Флориде? Все растет, все на свете растет. В Флорида край благодатный, растет там все. А вот у нас тут, в Иллинойсе, у нас вообще штат Иллинойс, вот город Чикаго, он как Москва. То есть у нас тоже... То же самое, северный такс. Да. У нас тот же климат, зимой снег, летом жарко. Вот. И плюс у нас же огромный Мичиган есть, а Мичиган это же целое море. То есть он по размерам как море, он на 5 штатов растянут. Единственное, что он не соленый. Вот. Но если отплыть за акватором на небольшой яхте, то можно утонуть. То есть там только большие грузные суда идут. То есть так просто там не выйти туда. И есть большая рыба, тут все. Очень чистая. Очень чистый у нас Мичиган. То есть там нет никаких производств, никаких отходов. Он очень-очень чистый, и там куча рыбы. Но мы немножко отвлеклись. Я сейчас говорю к тому, что я шучу, что у нас наш Мичиган это место, где если бы я был к Тулху, я бы там жил. Вот. К Тулху считаю еще его и компьютерным богом считаю. Секундочку. Ну как они? Не просто так. Вот я говорю, если бы я к Тулху, я бы жил здесь. Очень чистая вода, знаете ли. И никто нефть не разливает. И много технологий вокруг. Верно. И Wi-Fi хороший постоянно. Да-да-да. Так вот, я к чему. Хорошо, мы остановились на кладбище. Да, и вот я вас так нечаянно увел от темы. У вас так не погуляешь на кладбище. У вас все сложнее. Да, но у нас другие могилки. У нас все красивенько так, все так простенько. И они с плитами в основном. У меня подруга живет как раз под Чикаго, тоже ведьма. Она переехала с Украины. И вот сейчас, говорит, мучается. Я, говорит, не могу подступить к некоторым кладбищам. Тут, говорит, все плиты. Пока руку, пока прочувствуешь, что там похоронен через эту могильную плиту, тяжело, говорит. Намного приятнее на землю класть руку и чувствовать. Ну, это такое, знаете, тоже специфика работы. Да, это... Ой, хотел анекдот рассказать, но ладно, не буду жесткий. Не буду. Давайте дальше пойдем ближе к теме, ближе к рунам. Вот что вы можете рассказать про руны? Так вот, если вот... Валович, это все программа. Что вы можете рассказать про руны? Давай уже что-нибудь про руны. Можно рассказывать бесконечно. То есть, либо это курс лекций, я еще раз говорю, либо это... Хорошо, проще. Что с помощью рун вы вообще обычно делаете? Вот руны как инструмент. Вот так нормально? Да, да. То есть, нашему уважаемому радиослушателю было интересно. И, кстати, опять же, хочу заметить. Уважаемые дамы и господа, на радиостанции Сангейтс происходит передача Терринкогнито. У нас в эфире рунолог, таролог, маг. Ангела Граунд из... Сангела Мак не люблю, она очень пафосная. Хорошо. Ведьма. Не пафосно. Ведьма. Да. Скажем так. Телефон прямого эфира 847-226-9956. Естественно, вы у нас находитесь все, уважаемые друзья, в прямом эфире. Звоните, задавайте вопросы, будем рады на них ответить. Итак, повторю еще раз вопрос. Что обычно вы делаете вот с этим инструментом, и как вы его обычно используете? То есть, это же не лекция сейчас, а обычный допрос. Конечно, да. Вокруг это монетические инструменты, то есть предсказания, в частности, это бросание. Можно бросать, например, пермида, с ней бросаешь на полотно. На каком эфире становится, разделы в ведомстве, тоже находятся в ведомстве конкретного блога. Как я говорила, Фрер, Сюр и Хейндальд. На каком эфире становится, значит, там каждые три ата разбиты на равное количество рунг. То есть по 8 рунг в каждом эфире. Потому что, смотрите, на каком боге становится, значит, на каком эфире становится. Это относится к воинствующей сфере или еще какой-то. Можно сказать, перевернутые они. Или, ну, древние говорят, не учитывали перевернутые руны или боковые. Ну, современники все уже сделали. То есть, ну, мне кажется, это удобнее. Кто-то не использует перевернутые. По классике неправильно перевернутые руны встава использовать. Вставах, в гульдраставах, в магии. Ну, тоже есть любители, которые. То есть, для меня само действие, сама руна, она неизменна. Но если она переворачивается, соответственно, так, в мантике, да. В мантике большинство рунологов от таро, наверное, это пошло. Все-таки это используют, да. То есть, касаемо каких-то позиций. То есть, если она там... Даже трактовки пишут. Но все эти трактовки, они достаточно современные, исключительно современных авторов. То есть, трактовки перевернутых и вот таких вот боковых рун. То есть, она упала вот так. Не прямо вот так, а вот... Сейчас покажу. Вот, например, Тейвас на боку. То есть, ты можешь учитывать, можешь не учитывать. Я учитываю как прямо. Ну, если нужно какие-то нюансы посмотреть, я уже заглядываю в специальные книги, если что-то там что. Потому что есть определенные авторы, которые... Где-то я с ними согласна. Которые пишут вот эти трактовки, да. Тот же Олег Синько, он любитель вот этих вот позиций перевернутых, боковых и так далее. Вот. Мне, в принципе, импонирует. Именно в плане его трактовок вот этих вот позиций. Касаемо еще, что можно делать с рунами, естественно, это гальдросавы, гальдромюнды. Это вязаные руны, так называемые, когда несколько рунок в одну вязку. Это уже формула, это уже магия. Но мало формулы. Тут еще нужно уметь настроиться на них. То есть, когда ты режешь, когда ты... Руны, во-первых, режут, да, когда делают формулы. Либо это амулет, либо это вот на фотографиях современники делают. Мало нарисовать, как вы нарисуете там маркером или чем-то. Мало нарисовать. Есть специальный ножичек, там инструмент. Ну, конечно. Я вязаю. То есть, даже если этот нож у меня используется... Даже если я на камне делаю гравером, да, то есть у меня заряжены по-своему сверлышки. У меня заряжены, то есть под это дело. Вот определенные я беру. Ну, даже если, допустим, сверлы, еще раз говорю, не заряжаю, они лежат на мне как-то. Я вырезаю, гравером делаю, а потом я прочерчиваю дополнительно, как бы активируюсь. Специальным ритуальным ножом. То есть это даже... Ну, все равно сарапинку прорезаешь, этого достаточно. То есть поверх того, что ты выгрывал, чтобы красиво получилось. Я же не могу этим ножом выгрывать так, чтобы вот прям было, да. То есть многие рунологи там... Если это деревянные плашки, то это набор заряженных стамесок специально. То есть эти стамески ты используешь только для рун, только для амулетов, только для создания и никуда больше. То есть это уже настроенные инструменты. Гробы делаем другими стамесками. Ну, например, если человек занимается еще по ризанию по дереву, например, конечно, другими стамесками. Но вы же не занимаетесь по ризанию по дереву, правильно? Вы чисто с рунами работаете, верно? Конечно, конечно, конечно. Вы знаете, я считаю, многие, большинство специалистов по рунам, конечно, апеллируют, что руны должны быть вырезаны на натуральном материале, камень, дерево. Я, в принципе, с этим согласна, да. А вот на бумаге, если? Я могу вырезать, знаете, если у меня, например, украшение какое-то, пластиковые такие штуки, я на пластике могу, если это будет работать. Просто важно даже не столько, конечно, совместимость рун и камней, там, важна, или деревьев, но если человек обладает силой, если он действительно закладывает сильное намерение, этот амулет будет работать. Я могу хоть вы купите какое-нибудь украшение, например, там, для своей девушки в магазине, да, и принесете мне его, хочу, чтобы брошение стало магическое. Я по верху этих плашек вырежу руну, и оно будет у вас именно работать на цель, которая нужна вашей девушке, по-примеру. То есть, ну, тут абсолютно, ну, ты говоришь, что-то мясо, что-то все вот неаутентично, тут большие споры. Есть ряд рунологов, которые любят вот аутентично все, как в древности все, а есть люди, которые идут вперед, я отношусь... Винтажеманы такие, да? Да, да, я отношусь к тем, которые... Вы современный. Фанаты старых вещей, да, но также я не отрицаю новые. То есть, допустим, я вам говорю... Вы за прогресс. Да, я за прогресс. То есть, если человек может сделать по-своему и сделать, почему нет, магии от этого не останется. То есть, если я, например, нанесу тот же компас не на камень, а, например, на какую-то часть в машине, например, тот же компас, Виквиссер, знаменитый, исландский, древний, он от этого не будет, не перестанет быть Виквиссером, если правильно заложена программа на него, если правильно проговорено его, я не люблю слово, а оговор, оговор это как оговаривают, что-то, да? Если правильную задачу поставлено, то есть вести того-то человека в таком-то направлении. И правильно вис, а вис это тоже немаловажно. То есть, руны, это еще и заклятие, то есть, скорее, в нашем руническом мире единицы людей делают писать настоящие висы, да? Это скальдическое уже искусство. Скальдов, мамочи. В основном пишут стихи заклятия, а вот чтобы стать скальдом, извините, на полжизни. То есть, это не простая поэзия, взял форму, взвернул, как тебе хочется. То есть, ты еще должен литерацию соблюдать, ты еще должен метафорично все это сделать, не напрямую, чтобы если кто-то начнет разбивать, ну, человек пришел, захотел снять это заклятие, не смог, потому что у тебя метафорами все, то есть, только ты знаешь, какая была цель. Это вот очень все хитрое, хитрое искусство. Да. Мы с кальцами наценились, не знаю, их было немного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!